Всем привет, с вами Синг. Редакция нашего журнала Огонёк внимательно следит за обращениями зрителей, потому что это даёт мне повод не думать над темой видео и нагло получать очки уважения без тяжёлых размышлений. Сегодня мы поговорим о двух вещах нынешней Мете-зеркала, которую я неосознанно полностью скопировал, и о персонажах-батарейках. Поехали. В комментариях возник вопрос, мол, нафига ты, дружище, стоишь передо мной и циферки свои дрочишь? В игре нет сложного контента, ради которого надо стараться. Если это пишет человек, который с релиза игры каждый день покупает энергию и имеет оверкап, то вопросов нет, тут только Михаё могут решить проблему. Я пока тяну 7 комнат, на 8 чувствую нехватку толщины. А дефинсив саппортов я собираюсь скачать только после понимания, будет у меня Лачевский или не будет. Есть дисбаланс между командами. Так что для меня зеркало, не закрытое на 30 звёзд, считается сложным контентом, как я думаю, и для большинства игроков. На прайдовании есть отдельный раздел, посвящённый аналитике зеркала хаоса, ссылочка будет в описании. Для начала, ребята, предлагаю всем сделать полезное дело. У них есть кнопочка с предельно простой гугл-формой. Жмакаем. Что от нас требуется? Мы заполняем свой уид, отвечаем на несколько предельно простых вопросов и расшариваем боевые заслуги на Хою Лабе. Тут есть ссылочка. И тогда, ребята, с прайдвина будут использовать ваш профиль для пополнения своей статистики по зеркалу. А как известно, чем больше участников, тем лучше выборка и тем более репрезентативную статистику мы получаем. От вас требуется буквально минута времени, а вклад в общее дело вы сделаете. Нафига, собственно, нужна эта статистика? Давайте смотреть. Во-первых, можем узнать используемость тех или иных персонажей в зеркале. Заодно рассматривайте отдельно выборку по четвёркам и по пятёркам. Красные и зелёные показатели — это изменения в популярности между сезонами. То есть, оно обновляется, когда бездна оканчивается. Собственно говоря, видите, обновление было в воскресенье. И видно, что там, допустим, март стала популярнее. Прости господи, герд стала популярнее. А пятёрки начали потихонечку размываться и переходить к более средним значениям. Хотя, конечно, первая шестёрка довольно очевидная. Бедный орлан, конечно. Во-вторых, здесь есть крутейшая выборка по каждому персонажу. Можно узнать, какие носят конусы, набор реликвий, планетарок, средний показатель эйдалонов, уровни следы, средние статы. Это очень интересная информация для размышления, которая может помочь в понимании того или иного персонажа. Даже я для себя подчеркнул уже некоторые интересные вещи. То есть, буквально, если кто-то на этом играет, оно собирается и показывается, что, как, где и почему. В общем, рекомендую полистать и ознакомиться. И главная инфа — какие команды используются для прохождения. Можно рассмотреть буквально каждый этаж и его половины. Там, например, тот самый весёлый этаж с оленями. Выбрать количество звёзд и всё такое. Заодно здесь строен шикарный фильтр, где вы можете выбрать персонажей, которые у вас есть, или персонажей убрать, которых у вас нету. Для того, чтобы получить более адекватную выборку конкретно под вас. Это очень круто, классно, молодцы, ребят, с Прэйдвина. В общем, если вы очень ленивый или застряли на определённом этапе, этот раздел может вас выручить. Думаю, весь массив информации действительно можно озаглавить метой зеркала. Пользуйтесь. Маленький забавный момент. Я об этом разделе Прэйдвина узнал буквально вчера. И выяснилось, что я неосознанно пришёл к двум самым популярным командам. Стал попсой, получается. Вот чтобы у вас не садилось, давайте обсудим проблему. Самым простым языком, Батарейка это персонаж, который чаще действует, не используя очки навыка. Обычно это значит, что он бьёт базовой атакой, но есть и исключения. Тут будет много вкусовщины, если хотите поспорить, вперёд в комментарии. Будем стандартно идти от разрушения к изобилию. Первым будет Орлан. Главная его фишка в том, что Ешка использует хп вместо очков навыка, отчего он может быть на роли сабдэдэ. Тут важно помнить две вещи. Если вы играете с щитовиком, то вам нельзя давать окно для удара по Орлану. Либо вы обязаны иметь четвёртый Эйдалон, который первые два хода даёт ему возрождение, как у Гепарда или Байлу. И второе. Можно играть с Хиллом, но он порежет его дд потенциал, или заставит Лекаря тратить очки действия. А мы не очень-то этого хотим. Клара менее очевидный вариант для Батарейки. Сейчас очень популярна вариация билда, где Клара работает сабдэдэ и сабтанком одновременно. Как вы видите, из шести билдов только один, где она на роли мейндэдэ. В целом идея простая. Вы всё равно качаетесь в урон, стараетесь как можно чаще прожимать ульт. Судя по глобальной статистике, только единицы затаривают сет на понижение урона и верёвку на восстановление энергии. Так что я вам их советовать не могу, совесть не позволяет. Но когда-нибудь сам потестирую, это очень интересная идея. Из всех охотников только Сушан может быть на роли сабдэдэ Батарейки, и даже это несколько сомнительно. Тут есть два важных нюанса. Во-первых, работать в такой роли она может только на противниках, у которых есть физуязвимость. Во-вторых, ей нужен первый Эйдалон. В идеале ещё и четвёртый, чтобы она могла быть на роли Брейкера, но первый точно. Подчеркну, это сомнительная роль. Всё-таки охотники — это персонажи первой позиции. Но Сушан, anyway, клёвая девочка и чуть более гибкая, чем все остальные. Внезапно на роли сабдэдэ Батарейки может быть Герта. У неё крайне маленькая выборка, жестокие люди могут ценить её куруру. Как любого персонажа родится, её довольно дорого собирать. И конкретно под батарейную сборку ей нужна её сигна с заражением себя. Потому что её основная роль — раздавать бонус-атаку. Тротить на эту конус генерала, кстати, её точно не стоит. Используйте её на свой страх и риск. Хотя, пошевелив тыквы, добавлю, пусть мир не стихает и база данных тоже норм, потому что ультой мы должны часто шмалять. Сервал — шикарная сабдэдэ дамочка. Она реально может давать очень хорошие цифры урона, не упарываясь в Ешку. Грубо говоря, она сдаёт Ешку один раз, накладывает свой шок, а потом ультой просто продлевает его доталово. Одновременно при этом душит своим дотом, уроном с руки и синергией с талантом и эйдалонами. К слову, желательно иметь её эйдалоны, потому что они очень крутые. Давайте посмотрим. Значит, первый эйдалон даёт нам доп дамаг с базовой атаки. Как раз вот её батарейный потенциал. Значит, второй эйдалон помогает нам разгонять более частую ульту за счёт срабатывания таланта и накладывания этих всех шоков. То есть накладываем шоки, бьём, кайфуем, даём ульту, продлеваем шоки. И вот эта вот постоянная автоматная очередь, как из Томпсона. Блеск, шик, красота. Четвёртый и шестой эйдалоны тоже прикольные, тоже даёт очень много статуса и дамага. Было бы здорово их иметь, но не все могут так глубоко нырнуть. Энивей, это один из лучших сабдэдэй персонажей прямо сейчас, позволяющий не тратить практически очков навыков в бою. Ценсуэ, это батарейка Шрёдингера. С одной стороны, она может вытащить все очки навыка и съесть в вашу жопу. С другой стороны, можно реально пытаться играть ей как сабдэдэ. Во-первых, у неё есть допспособность, которая позволяет один раз за бой бесплатно использовать навык. Во-вторых, ей очень нужны эйдалоны. Второй эйдалон. И не обязательно, но очень хотелось бы шестой эйдалон, а это уже дорого. Скажу честно, я не особо ей играл, поэтому рекомендовать её не могу. Просто обозначаешь, такая опция в принципе в природе существует. С саппортами ситуация капельку специфичная. Но с броней всё понятно, это чуть ли не самый жрущий персонаж во всей игре, который очень хочет первый эйдалон и сигну, чтобы капельку утолить голод. Это антибатарейка. Аста может быть батарейкой, но она чудовищно же одна до эйдалонов. Нам бы хотелось бы все шесть, потому что они синергируют таким образом, что позволяют использовать навык как можно реже. А в этом и главная идея. Ну, в самом крайнем случае, нам нужно хотя бы первых два. С Лисой с женой всё просто. Она обязана сдавать свой навык, но делает это только в мейн-дд, а потом может три раза стукнуть усиленной атакой и затем повторить этот цикл. Это классный, приятный баланс энергии. Диадевельт шикарный саб-дд, но его можно использовать как чистого дебафера и свести потребление очков навыка к минимуму. Для этого надо просто собрать пангалактику, тело на шанс попадания, верёвку строго на регион энергии. В сабстатах искать исключительно скорость и шанс. Думаю, конус это будет пот, чтобы максимизировать всё это добро. Волчек очень похож на Лиса жену, только ротация не баферская, а дебаферская. Сдаёте навык, а потом пока высят уязвимость, бьёте рукой. Закончили? Повторить. К слову, у меня есть гайд на волчика, там про неё всё подробно есть. В общем и целом, у неё шикарный баланс энергии. Если вы, конечно, повесьте нужную уязвимость. Пела ещё одна чудесная девочка. Требует абсолютно минимальной сборки. Ешку можно вообще не сдавать. Ульту копит очень быстро и она шикарная. Особенно хорошо она смотрится в командах с кенчиком и дебаферами. Если у вас нет волчика, это чуть ли не мастхэв персонаж. Про Сампа я рассказывал буквально в недавном видео про мультихит. Считаю его чудовищно недооценённым персонажем. Надеюсь, с приходом Кавки это изменится. Если коротко, обычная атака Сампа может навесить три стака выветривания. Это очень много. Ульта синергирует с другими доттерами. Так что, когда люди распробуют периодический урон, Сампа и Сервал будут практически незаменимы. ГГ в огне шикарная батарейка и не зря находится в топе команд для зеркала. Ставите ему верёвку на энергию, ноги на скорость и просто шмаляйте с руки по КД. Его навык используется только в случаях, когда надо спасать чью-то задницу. И главный плюс, этот персонаж есть у всех. Ещё одна топовая батарейка. Гепарду вообще не нужно сдавать Ешку. Просто максимум защиту, скорость и незабываемое восстановление энергии. В идеальном сетапе этот прекрасный мужчина должен каждые два хода сдавать ульту И прикрывать всех остальных мальчиков и девочек. Это топ. Байлу и Наташу нет смысла разделять. По концепту они напоминают ГГ на огне. То бишь сдают Ешку только когда дело пахнет керосином. В остальное время бьют свои базы и купят энергию на ульт. Отличные девахи! Наташу так вообще можно назвать королевой зеркала. Тем более в отличии от Байлу, её Ешка более ценная. На этом всё. Надеюсь видео оказалось полезным. Напомню, что у меня есть бусти, с помощью которого вы можете меня поддержать. По сути там в основном под замочком, но когда я встречаю что-то особенное, то выкладываю это в общий доступ, как это случилось с последней мангой. Отдельное спасибо четырём прекрасным джентльменам, которые уже меня поддержали. Я вас люблю, пацаны. На этом всё. Всем удачи завтра в гаче. Приходите на стрим 8. Я тоже покручу лочу. Пока-пока!